Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбола Тожзин и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам сказать о том, что совсем недавно у меня вышел очередной ролик про в Дивых пенальти. Ссылочка на него есть в описании, обязательно посмотрите, поставьте лайк, напишите комментарии, мне будет очень приятно. Ну а мы с вами продолжаем. Сегодня у нас интересные матчи, домашняя игра против Рубина, выездная против Сочи и домашняя против Урала. Начинаем мы с Рубина, они идут ниже, о, извиняюсь, не ниже, девятую строчку они занимают. Значит, 28 очков у них в активе, у нас 6 очков сейчас лидерство над второй строчкой. Ну что же, давайте начинать, домашняя игра все-таки, и отсюда мы уже будем отталкиваться. Так, у нас Мостовой на пиковой форме, мы его сразу добавляем в состав, и теперь здесь. Попадает у нас Терентьев в состав даже, ну и, пожалуй, вот таким составом мы выйдем против Рубина, Леонида Викторовича Слуцкого, домашняя у нас игра, Зенит против Рубина, поехали. Итак, Газпром-арена, Зенит против Рубина. Интересно, сегодня ожидает матч, Ярослав Ратицкий выводит Санкт-Петербургский Зенит из-под трибунки, поехали. Поэтому будет очень опасно пропустить. И в дальний угол Олег Шатов забивает. Вы просто посмотрите на этот штрафной. В дальнюю девятку Олег Шатов забивает. Вот как так можно было? Я ближнюю-то закрыл, без проблем. Но вот этот интеллект меня немножко уже выбешивает. В проэволюшене отсюда и пропадает желание вообще играть и понимание того, что фалить вообще не нужно. И это 11-метровый удар. Вообще, что происходит сейчас с удействием, с нашими игроками? Макаров будет пробивать. И по центру. Спокойно по центру. И Рубин сейчас выигрывает на Газпром-арене с отсчетом 2-0. Обидно, вообще непонятно почему. У нас все основные игроки сейчас на поле. И это 2-1. Я так понимаю, засчитали до гол. Паласио забивает. 30-ая минута, счет у нас 2-1. Три мяча за 30 минут забивают команды. Ну, и вот этот вот гол Паласио возвращает нас, естественно, в игру. Шансы у нас есть. В любом случае, нам один мяч осталось забить для того, чтобы сравнять. И все. Начинаем мы с поражения. Бывший одноклубник и игрок с Зинитоном забил. По моментам не сказать, что мы где-то здесь просели. Нет, просто 2 момента возникло у Рубина. Они его реализовали. Наше поражение уже четвертое в чемпионате. И в 3 очка. Мы пока что лидируем на Динамо. Так, у нас переговоры. Нам нашли еще центральных нападающих. Мауру Икарди. 28-летний аргентинец из ПСЖ. Ой-ой-ой. Это очень дорого на самом деле. Были бы у нас, конечно, деньги. В следующем сезоне мы бы действительно могли его в летнее трансферное окно купить. Но сейчас вряд ли. Тэми Абрахам. Практически идентичный игрок под Дзюбу. Прям идеально совпал бы. Тоже высокий. Правда, но он помоложе только и все. Поэтому, если у нас получится продать Артема Дзюбу, мы, естественно, бы подписали Тэми Абрахама. Так, в сборной месяце наши игроки туда не попали. Шамкин плюс один. Ассориал плюс один. Ну и все остальные игроки. Это молодежный академий. Сейчас у нас игра против Сочи. Что-то я не глянул, на какой они строчке. Они находятся на пятой строчке. Нам нельзя больше терять очки. Иначе сейчас нас могут просто с нами сравняться. Так. Ну мы здесь смотрим. Вместо Дзюбы выпускаем мы Шамуродова. Вместо Малкома мы выпускаем Ригони. Вот таким составом выйдем против Сочи. Давайте вместо Пика до Януева поставлю. Почему-то, ну, доверие какое-то мне все равно Андрей Лунев приносит. Поэтому Сочи против Зенита. Поехали. Итак, Сочи против Зенита. Мы играем на соединении Фишт. Ну и посмотрим, как игроки Зенита смогут ли вернуть доверие болельщиков после вот этого домашнего поражения от Рубина. Ну и посмотрим, как мы отыграем против фарм-клуба Зенита. Но Бо подходит к мячу. Подает, правда. Спокойно. И мы снова вот пропускаем. Снова подачи. Снова на первых минутах. Ну это просто жесть. Я не понимаю, что здесь еще делать, но Миха Мевля забивает. Поэтому со штрафного в сегодняшнем выпуске нам забивают бывшие вот игроки Зенита. Замечательно. Сантос. Спокойный, спокойный. Ну и это вообще 2-0. 86-ая минута. Сочи выносит Зенит. Я вообще не понимаю, что сейчас происходит с Зенитом в сегодняшнем выпуске. Выпускают даже Дзюбу, который сейчас не в форме, но просто мне нечего делать. Арбитр дает финальный состок. 2-0 мы проигрываем в Сочи. На выезде я просто не понимаю, что произошло с Зенитом, который сейчас вышел из группы Лиги Чемпионов. Мы обыграли вроде даже Баварию в группе. Либо там в мячу сыграли вроде как в мячу. И теперь не можем просто никак победить в чемпионате России. Мы на первой строчке. Динамо там проиграли, правда. Но ничего. Все равно пятое поражение уже в чемпионате. Два подряд. Мне кажется, нас просто сейчас могут действительно уволить. Но у нас сейчас игра против Урала. Они идут ниже 10-й строчки. Я надеюсь, хоть что-то мы сможем сейчас из себя показать. У нас дальше игра против Валенсии в Лиге Чемпионов. Поэтому выпущу я Лунева. Который, правда, не со стандартов, но вообще в сути пропустил два мяча в предыдущем матче. Вместо Бариуса давайте я выпущу Фодона. Отыграем два центральных полузащитника. Ну и вот таким составом. На пиковой форме у нас Караваев, Азмун и Шамуродов. Поэтому мы посмотрим. Зенит против Урала. Поехали. Итак, Газпром-арена. Здесь мы с вами проиграли с счетом 2-1 Рубима. Я не знаю, что сейчас будет дальше у нас происходить в карьере. И Дриуси не попадает. Он попадает в штангу, к сожалению. Но вот, опять же. Дриуси. И здесь даже Азмун забивает все-таки. Отлично. 59-ая минута 1-0. Фердар Азмун выводит нас вперед. Наконец-то получилось выйти вперед. А не сравнивать там, либо уменьшать преимущество соперника. Наконец-то додавили. Дзюба на Азмуна и не забивает. Снова вот две штанги уже в сегодняшнем матче. И третья штанга. Что это вообще сейчас, а? Так, к мячу подходит у нас Ракицкий. Но у нас есть Малком, который тоже левоногий. Сейчас надо постараться забить. Малком попадает в штангу. Но вот снова Таркас ворот выручает Урал. И Артем опять штанга. Вы что издеваетесь, а? 100 минут мы отыграли сегодняшний матч. И долгожданная победа. Но все равно два поражения подряд у Зенита было. Это просто ужасно. Хотя бы вот смогли в последней игре победить. Правда, минимально. Но моменты вы... Не знаю, покажу ли я вам или нет. Пять штанг и перекладин там... Ну, в общем, каркас ворот. Мы обстучали сегодня полностью у Урала. Минимальная победа над Уралом. Динамо сыграли там в мячу. Потеря у них очков замечательная. И у нас пять очков лидерства. Более-менее как-то там возвращается. Все у нас... Надеюсь, дальше на следующем выпуске намного все лучше выйдет. Потому что у нас игра в Лиге Чемпионов против Валенсии ответная. Так, у нас переговоры. Снова нам нашли. Игрока Рауль Хименес из Лурхэмптона. Ну, 30-летний, нет. К сожалению, нам это не подходит. Эрлинга Холланда нам еще снова нашли. Из Армении Биллфилд. Это Баруся Дормунд, естественно, мы с вами поняли. Вот. Ну, если только вот так вот. И то нам не хватает на стоимость для него. Интересный, конечно, игрок в любом случае. Но я бы хотел все-таки Тэми Абберхан, мне кажется, бы подписать. Это было бы очень интересно увидеть его. Вот. Поэтому, если дзюбы у нас заберут, то мы сразу же эти деньги потратим на покупку английского форварда из Челси. Ну, все, друзья. А заканчиваем мы сегодня наш выпуск. У нас было два поражения, одна победа. В следующем выпуске у нас домашняя игра против Валенсии, ответная в Лиге Чемпионов. Выездная игра против Химок и выездная игра против Урала. Как раз вот в Кубке России. То есть мы небольшую такую репетицию провели в чемпионате. Должны, должны, надеюсь, побеждать в следующем выпуске. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал Футбол. Это Жид. До новых встреч, друзья, всем. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok